Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! На дворе среда, а мы снова здесь, готовы порадовать вас новым выпуском игровых новостей. А радовать есть чем. Так в разработке, как оказалось, целых 10 игр про ассасинов. Elden Ring получит DLC, а Atomic Heart уже смогли пройти за 7 минут. В общем, устраивайтесь поудобнее, размещайте мед в крепком горячем чае, нажимайте кнопку лайка, подписки и колокольчика, и не забудьте подписаться на наши социальные сети. Ссылки на них можно найти в описании и закрепленном комментарии. Вы на канале DLC, и мы начинаем! Инсайдер Том Хендерсон рассказал о том, над чем сейчас работает Ubisoft. Компания решила произвести множество ассасинов. С учетом информации Тома, получается сразу 10 игр по франшизе. Итак, вот длиннющий список Assassin's Creed, которые сейчас в работе. Project Nebula получит сразу три сеттинга – Индия, Ацтекская империя и Средиземноморье. Игру разрабатывает Ubisoft Sofia. Project Raid – условно-бесплатная кооперативная ПВЕ-игра для четырех человек с героями из серии Assassin's Creed. Project Ecos – многопользовательская игра, в которой используются технологии Ubisoft Scale, то есть облачные вычисления. Assassin's Creed Nexus 2 – предполагаемый сиквел VR-спин-оффа серии. И Assassin's Creed Mirage, главным героем которой станет Басим, встречавшийся ранее в Альгалле. А игровой процесс будет ближе к оригинальным играм. Кроме того, в разработке Assassin's Creed Codename Jade – мобильная игра, события которой разворачиваются в Китае. Assassin's Creed Codename Red – полноценный RPG, судя по трейлеру, события происходят в Японии. По информации Тома, игра в хорошей форме, будет два персонажа и упор сделан на стелс. Assassin's Creed Codename Hex – некий новый тип игры в серии. Assassin's Creed Project Invictus – мультиплеерная игра. Кроме того, известны некоторые внутренние даты релиза, которые могут быть изменены. Mirage – август 2023 года, Nexus – 2023 год, Codename Red – 24, Invictus – 25, Hex – 26. Источники Тома предполагают, что в Ubisoft хотят вернуться к ежегодному релизу игр по франшизе Assassin's Creed. При этом хотят сделать так, чтобы каждая новинка значительно отличалась от предыдущей игры. Хотелось бы верить, но верится пока с трудом. Фил Спенсер смог выбить все достижения в Empire Survivors. Он похвастался успехами в социальной сети. В прошлом году Фил Спенсер провел в Empire Survivors порядка 233 часов. Он не остановился на достигнутом, продолжил играть и выбивать достижения, и их периодически добавляет с обновлениями. Недавно для Empire Survivors выпустили дополнение Legacy of the Moon Spell с новым контентом и сопутствующими достижениями. Что же касается дяди Фила, то, видимо, у Xbox, который никак не может купить Activision, а игр от внутренних студий не видать, проблем нет. Поэтому у главы компании есть время и силы на прохождение в Empire Survivors. Игра хороша, но, Филя, где Starfield? Впрочем, есть информация и про Starfield, а вернее, про его презентацию. Bethesda до сих пор не объявила, когда состоится превью Starfield, но Энди Робинсон, редактор крупного игрового портала VGC, уверен, что анонс события должен состояться в ближайшее время. Я слышал, что анонс презентации Starfield неминуем. Вполне возможно, что дату мероприятия объявят на текущей неделе, а презентация состоится в начале марта. В прошлом ходили слухи, что Microsoft и Bethesda могут провести мероприятия в следующем месяце. Во время презентации должны назвать дату выхода космической игры. Согласно официальной информации от Bethesda, Starfield выйдет в первой половине года. Недавно состоялся релиз Atomic Heart. Игра привлекла внимание разнообразных пользователей, в том числе и любителей скоростного прохождения. Парень под ником Delina опубликовал запись прохождения Atomic Heart за 7 минут и 6 секунд. Для такого скоростного пробега по игре пришлось немного схитрить. Сначала он спокойно бежит вперед по миру Atomic Heart, и все выглядит как простая пробежка. Но затем он сворачивает и уходит в кустики. В одной из точек он падает сквозь траву, и оказывается, что под зеленью скрывается слой плиточки. Игрок потихоньку проползает под текстурами, игнорируя значительную часть Atomic Heart. В какой-то момент он улетает еще глубже под текстуры, и примерно на отметке 3.40 оказывается в начале финальной миссии. Начинается концовка Atomic Heart. Недавно в Counter-Strike Global Offensive произошел очередной инцидент, связанный с авторским правом. Valve добавила в новый кейс революция скин AWP Doodle. Вскоре сообщество заметило, что этот скин подозрительно напоминает работу художника. Valve отобрала скину владельцев, заменила его на AWP Duality. Пользователь интернета под ником L4GX2 стал одним из многих игроков в Counter-Strike Global Offensive, кто неудачно инвестировал в AWP Doodle. Он рассказал, что ему удалось вернуть деньги. Первое обращение в поддержку Steam закончилось неудачей. Ему послали отписку о том, что скин заменили по юридическим причинам, и транзакции на торговой площадке Steam окончательны и не могут быть отменены. Знакомый L4GX2 получил аналогичную отписку. Пострадавший игрок решил не сдаваться и обратился в поддержку Steam снова. Он не согласился с предыдущим ответом и в новом обращении отметил, что изучил правила торговой площадки Steam и пользовательское соглашение, где не нашел ничего подобного о замене скинов. И как оно оправдано, например, законами ЕС без возможности оформить возврат средств. Он предложил Valve вернуть скин или деньги, через шесть дней ему подтвердили возможность возврата средств. В общем, никогда не сдавайтесь. Студия Obsidian Entertainment и издательство Private Division анонсировали The Outer Worlds Spacer Choice Edition. Это улучшенное издание оригинальной The Outer Worlds со всеми дополнениями, обновленной и улучшенной графикой, ускоренными загрузками, новой анимацией, а также многими другими нововведениями. Владельцы The Outer Worlds и ее дополнений смогут обновиться до Spacer Choice Edition по сниженной цене. Релиз состоится уже 7 марта. Хидетака Миядзаки побеседовал с IGN на DICE Awards. Он упомянул об источниках вдохновения. From Software хочет продолжать улучшать многопользовательский элемент игр студии не только с технической точки зрения, но и в плане игрового дизайна. Опыт коллег по индустрии отслеживают. Хидетака Миядзаки обратил внимание на то, как в индустрии разработчики совершенствуют технологии и дизайн многопользовательских элементов, меняют взаимодействие игроков. Он присматривается к подобному. Среди конкретных примеров прозвучало название Escape from Tarkov. Знаменитый шутер интересует Миядзаки не только как разработчика, но и как фаната. Относиться к Таркову можно по-разному, однако отрицать значимость проекта на мировом рынке невозможно. Разработчик Star Citizen выпустил новые ролики об игре, демонстрирующие предстоящие возможности и комментарии разработчиков. В первом ролике рассказывается об изменениях в добыче полезных ископаемых, которые должны появиться в версии Alpha 3.19 в конце 2023 года. Они сделают добычу более интересной. Во втором ролике – комментарии разработчиков о реках и технологиях их создания. А тем временем, краудфандинговая компания Star Citizen продолжает достигать новых рубежей. Игра преодолела отметку в 550 миллионов долларов от спонсоров. Число зарегистрированных пользователей также недавно перевалило за 4,4 миллиона. Хотя не все из них вносят деньги. Согласно последней информации, которой поделился творческий директор Крис Робертс в октябре 2022 года, 1,7 миллиона игроков были платными клиентами. Star Citizen недавно завершила свой лучший год с точки зрения краудфандинга. В 2022 году собрано 113 миллионов долларов, что на 31% больше, чем в 2021. Этот показатель растет год от года, с 2018. Самое главное, чтобы в итоге проект все же довели до ума. Игра считается одной из самых дорогих в истории геймдева. И закрытие такого проекта стало бы серьезным препятствием для сбора средств с краудфандинга другими проектами. А ведь огромное количество инди-жемчужин выходит благодаря именно такому финансированию. А как вы думаете, чем же в итоге станет Star Citizen? From Software скромно представил дополнение для Elden Ring. Известно, что оно называется Shadow of the Earth 3. Предполагается, что дополнение будет выполнено в духе The Old Hunters для Bloodborne, другой знаменитой игры From Software. Разработчики пока не делятся подробностями о контенте Shadow of the Earth 3. В наличии лишь красивая картинка. Стоит отметить, что сообщество игры бурно отреагировало на мини-презентацию. From Software дала игрокам то, что они просили и требовали. И еще больше Elden Ring. Интересно, ведет ли Миядзаки лутбоксы в свои игры лет и так через 10? Как известно, From Software слегка опаздывает с трендами, как это было с опен-вордами. Впрочем, это одна из немногих крупных известных студий, которые пока не попадали в серьезные скандалы, и игры которых ни разу не разочаровывали фанатов. 26 февраля 2016 года состоялся релиз Stardew Valley. Получается, в 2023 году игра празднует седьмой день рождения. Разработчик концерна и поопубликовал в социальной сети праздничную открытку. Он поблагодарил сообщество Stardew Valley за многолетнюю поддержку. Поздравление вызвало небольшие споры в сообществе. Некоторые просто приняли благодарность разработчика, а кто-то считает, что все должно было быть наоборот. Сообществу Stardew Valley следует поблагодарить концерн DAPE за многолетнюю поддержку игры, и они активно благодарят. Появились призывы приобрести еще одну копию Stardew Valley на платформе, где она до сих пор не была куплена. Так часто случается, что заядлые игроки в Stardew Valley покупают сразу несколько копий на разных платформах. В общем, дорогие зрители, желаю вам таких же добрых и милых споров в сети. В сети сейчас все больше и больше интересуются интернет-полиции. В частности, например, в датской полиции есть специальное подразделение, занимающееся патрулированием интернета. Члены полицейского онлайн-патруля следят за социальными сетями и играют в популярные игры, такие как Minecraft, Fortnite и CSGO, реагируя на ненадлежащее поведение и разжигание ненависти. Датское отделение создано в апреле 2022 года. В его задачи входит диалог с детьми и молодежью, которые наиболее уязвимы перед различными видами онлайн-атак. Полицейский онлайн-патруль предлагает советы по безопасности в интернете и возможность сообщать о преступлениях, например, через социальные сети. Подразделения присутствуют в Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, Discord, Steam и Twitch. Дания не первая страна, которая обращает внимание на преступления в сфере гейминга. В 2020 году полиция Нидерландов запустила инициативу «Гейминг с полицией». В рамках этой инициативы полицейские присутствуют в виртуальных играх, чтобы через них обратиться к молодым людям, предлагая свою помощь. Так сказать, дяди Стёпы 21 века. В сообществе Mechanics Voice Over представили команду актёров озвучивания, которая возьмётся за проект. Мы уже связались с артистами, поэтому теперь с полной уверенностью можем заявить об их участии в проекте. В ремейке Dead Space главный герой Айзек Ларк заговорил, его будет озвучивать Илья Бледный, который был голосом Джонни Сильверхэнда из Cyberpunk 2077. Роль Николь исполнит Анна Киселёва, она же Кассандра из Assassin's Creed Odyssey. Зака Хэммонда озвучит Пётр Ивашенко, он же Гланс. А Рамиля Искандер – Кендру Дэниелс. Всех актёров из команды озвучивания ремейка Dead Space пока не раскрывает. Дали небольшую подсказку. Скажем лишь, что за Доктора Мерсера стоит ожидать крайне известного и любимого многими актёра, который также участвовал в локализации оригинала, но был на иной роли. От коллег не отстаёт и студия, занятая более масштабным проектом. В сообществе Games Voice опубликовали первый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy. Сообщество собрало на реализацию проекта более двух миллионов рублей. Значительная часть дневника посвящена рассказу об особенностях работы. Например, объясняется, почему нельзя просто взять готовые субтитры и приходится работать с текстом. Проводится кастинг актёров. Отметили, что сейчас идут пробы на роли главных героев. Решили выбрать кого-то из молодых. Компания Nintendo выступила с официальным заявлением, в котором объяснила, почему пропустит выставку E3 в этом году. Ранее появилось сообщение, что Nintendo, Microsoft и Sony пропустят выставку E3 в 2023. Теперь Nintendo опубликовала комментарий, в котором подтвердила это, а также разъяснила, почему. Мы подходим к участию в любом мероприятии индивидуально и всегда рассматриваем различные способы взаимодействия с нашими фанатами. Поскольку в этом году выставка E3 не вписывается в наши планы, мы приняли решение в ней не участвовать. Тем не менее, мы были и остаёмся активными сторонниками ESA и E3. С годами E3 потеряла актуальность для производителей консолей, которые трансформировали свои игровые шоу. Переход на самодостаточный видеоформат, такой как Nintendo Direct или State of Play, позволяет трем компаниям экономить деньги и более жёстко контролировать, когда и как представляются продукты и услуги. Выпуск у нас сегодня получился небольшим, и наша традиционная рубрика тоже будет лаконичной. Сегодня это цирк с нейросетями. Компания по разработке нейросетей OpenAI открыла вакансию инженера для их выключения. Оклад от 300 до 500 тысяч долларов в год. Главная задача – дождаться, пока нейронки начнут захватывать мир, чтобы отключить сервера с ними. Скорее всего, это просто шутка, но всех подробностей мы не знаем. А на этом у нас всё. Поэтому теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok